Всем привет! Я продолжаю знакомить вас с новым брендом парфюмерии, который называется Le Chamou. Вот такой вот тут верблюд, напоминаю, на крышечке. Этот парфюм называется Arabia Ochid, арабская орхидея. Это женский парфюм. Посмотрите, какой у него флакончик, такой достаточно роскошный, богатый. Мне кажется, внутри должен скрываться такой же точно запах. Мне понравился первый парфюм из этой коллекции, на который я уже сделала обзор. Он уже вроде бы даже вышел. Он был достаточно повседневный, ненавязчивый, то есть прикольный такой запах. И давайте... Ну, здесь уже совсем другая история. Это аромат для гурманов? Слушайте, любители оригинальности, эксцентричности, я знаю, что вы у меня долго уже были без сладенького. Последние ароматы, которые нам попадались, были практически все классические. И я думаю, что вы дождались своего часа, потому что... Потому что здесь прям супер что-то необычное, супер что-то незаезженное. Я даже не знаю, как охарактеризовать верхние ноты. Я здесь чувствую чернослив, вот прям однозначно. Шалфей как будто бы или шафран. То есть здесь есть какая-то вот прям горьковатая сладость, сладость, есть какая-то специевость совсем небольшая. Но запах прям играет. То есть невозможно как будто вычленить какую-то одну ноту и сказать, что она здесь есть прям 100%. Я не буду даже пытаться разгадать, что здесь. Давайте посмотрим на состав и уже потом будем разбираться. Пирамида композиции у нас, конечно, какая-то максимально нетипичная. Наверху звучит слива и трюфель. Трюфель. Вы можете себе представить, что трюфель звучит вот вообще в парфюмерной композиции. В сердце черная орхидея, иланг, иланг, ивнимание, ром. То есть вы понимаете, да? Вот начальные ноты, которые переходят в такое сердце, вообще это просто. Этот парфюм не оставляет шанса никому. Оригинальность максимальная. И в базе у нас, ну, база по чули, да, как бы. Вот одна такая нотка тоже понятная. Аромат должен быть, в принципе, сладковатым таким. Сейчас вот спустя... Спустя 10 минут я уже здесь не чувствую никакой специевости, которая вот мне показалось, что есть в начале. Сейчас, да, это вот история... Это история чернослива в чёрном шоколаде, который вы запиваете вот каким-нибудь коньяком, наверное. Вот что-то такое. Мне прям правда сложно описать. Аромат необычный, аромат яркий. Он интересный, он не в моём лежит поле вкусовых предпочтений, но точно знаю, что вот любителей какой-то вот необычности, изюминки вы его оцените. Давайте дадим ему часа три подержаться, посмотрим, как раскроется. Я понаблюдаю и уже потом вернёмся к обзору. Ну что, прошло несколько часов, я уже настолько привыкла к звучанию этого аромата, что даже его, наверное, полюбила. Он начал мне нравиться спустя, наверное, вот час, когда я как-то вот его попыталась посмотреть на него под другим углом, оценить какие-то вот его достоинства, недостатки. Скажу сразу, аромат стойкий, аромат невероятно шлейфовый. Аромат не оставляет вам шанса остаться в тени, остаться без внимания, он явно будет выделять вас на фоне остальных, и запах очень незаезженный. То есть запах прям интересный, его хочется рассматривать, его хочется разглядывать, но, как и все запахи из подобной категории, он подойдёт далеко не каждой девушке. Имейте в виду, что здесь достаточно много сладости. Сладость здесь не химическая, сладость в этот парфюм даёт слива, от неё прям вот слива здесь прям чувствуется очень хорошо. Очень характерная нота слива, здесь такая прям насыщенная, прям вот медово какая-то горьковатая даже, очень приятная. У меня больше ассоциируется, наверное, с черносливом в шоколаде. Далее. Иланг, иланг. Иланг, иланг, он только подстёгивает вот эту сладость, которую даёт слива. И почули в базе. Они вот ставят прям такой завершающий аккорд, поэтому будьте готовы к тому, что какая-то сладость будет присутствовать на протяжении звучания вообще вот всего. Для меня этот парфюм отыгрывается тремя нотами. Это слива, это иланг, иланг, и это, как ни странно, ром. Не уверена, что слышу здесь прям конкретно ром, но какие-то вот алкогольные, такие очень терпкие, очень чёткие акценты, когда вот у нас заиграло сердце, я начала слышать. И это прикольный парфюм. Он, правда, гурманский. То есть, любители оригинальности, не оставляйте его без внимания. Вот прям стоит попробовать. Когда у нас начинает играть сердце, аромат продолжает оставаться сладковатым, но он начинает наполняться такой вот прям терпкостью, густотой, небольшой тяжестью. Он прям оседает. И в принципе, в принципе, он начинает звучать прям очень элегантно, очень изысканно. Появляются древесные даже акценты в составе нот. Мне он понравился, вот говорю, спустя час-полтора, когда отыгралась какая-то вот эта вот сладость сливы прям невозможная. И сейчас я бы даже, наверное, пользовалась этим парфюмом. Потому что он прям очень изысканный. И что касается случая нанесения. Я бы не советовала рассматривать его как супер повседневный вариант. Он будет хорошо и классно на вечер. В ресторан, в театр, в галерею, я не знаю. Можно даже попробовать в какой-нибудь бар. Будет супер. На повседневку скорее нет. Потому что, возможно, будет вас немножко душить. И казаться, что вот он такой тяжеловатый. Не везде будет уместно. Не везде будет уместно.